Открывай нежнее. Я не могу до конца понять, вкусно ли это или нет. Это очень вкусное блюдо. Это очень вкусно. Вот вызов. Вот не вызов. Хей, йоу, друзья, мы с вами в Санкт-Петербурге. Но вместо того, чтобы в 100-500 раз снимать очередное видео про какие-нибудь экскурсионные маршруты Санкт-Петербурга, я решила записать два других видео. Во-первых, потому что в Санкт-Петербурге карантин и все музеи закрыты до 10-го числа. В них мы точно не попадем. С другой стороны, Санкт-Петербург это город, в котором очень классно развита гастрономическая тема. Поэтому мы пройдемся по разным заведениям. Я покажу, где мы что пробуем, какая обстановка в этих заведениях. Я расскажу о своих впечатлениях. Надеюсь, мне удастся передать атмосферу этих заведений. Поэтому оставайся со мной, смотри этот выпуск до конца, будь активен в комментариях. И погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы в Питере. Время 14.37. После достаточно затяжного, но вкусного, такого красивого и полноценного завтрака, которого хватило у нас до обеда, мы, наконец-то, выбрались для того, чтобы прогуляться по улицам. И в этом выпуске я вам покажу и расскажу, в каких местах мы едим, что едим, где стоит побывать, где, наверное, не очень. В общем, все по чесноку. В Питере пить провозглашают многие магниты в сувенирных лавках, и что уж греха таить, не только они. Так что в первый же день нашего пребывания в этом чудесном городе с ее пророчества подтвердилось. Наш друг Гриша привел нас не просто в пивной бар, который на первый взгляд выглядит как магазин, а как впоследствии мы узнали, местечко, так скажем, для своих. Ну, парадушу и бармена оно и заметно было. Ничего не делал. Сережа, друг Гриша, призов нас в какое-то секретное место, где пиво, даже в то время, когда я его не наливаю. Не надо говорить, когда я записываю видео. Есть пивасик, который я не могу в Москве найти. Давай. Ничего. За то время, пока мы здесь находимся, хочу сказать, что то, как Гриша разговаривает с товарищем на баре, он здесь бывает. Так что место заведомо для любителей пива норме. Ну, для любителей разного пива. Я пиву очень люблю, и вообще всего как бы это получилось. И оно мне не очень нравится. Сделать ради машины. Это Яна кушает, короче, сейчас, креветки. Это я заказала фарриана, как они хотели заказать ебить. Погоди, погоди, погоди. Открывай нежнее. Ну, плохо, кстати, так выглядит. Ну да, дуги как сдохли своей смертью. Ну как, барбетю. Это нормально, как у меня. Не дизина. Ну вот теперь я не зря сюда искала. Вот этот вот суп, именно вот этот. Это то, что я искала в Москве. Такую корейскую еду. И, в итоге, я ее нашла в Питере. Вот это подобное я пробовала. Во Владивостоке был фудкорт корейский. Не знаю, сейчас есть он или нет. В общем, вот это вот именно та штука, которую я хотела. Так что, если вы любители корейской еды, рекомендуйте все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это заведение даже по рейтингам хорошее. Мы туда пришли рандомно, потому как находилось оно прямо через дорогу от нашего отеля. Несколько дней мы закупались там бургерами и стейками на ужин. А в последний вечер в Питере решили посетить его лично. Ну, неплохо так. Сидишь на стойке, в окно глядишь, бургеры свои заказываешь. Вот этот у меня с индейкой, если вы вдруг спрашивали. Тох, это не случайно. Если вдруг вы, как и я, соберетесь экспериментировать с едой, но заранее знаете, что у вас слабая поджелудка, запаситесь панкреатином. Ну или меньше увлекайтесь паназиатской кухней. И стейки мясные на ночь тоже есть не рекомендую. Бургеры вкусные, стейки отличные, обстановка нормальная, пиво не очень. Сегодня была корейская еда, была гостиничная еда на завтрак. Прекрасный вообще завтрак, полноценный. Мы повыбирали практически все категории, которые там были. Сейчас будет вот этот вот второй день. Это муму, бургерная, стейкишная, в общем. Прикольное заведение. И потом, как мы посмотрели по рейтингу, тоже достаточно хорошее. Сока зато тут вытекает. Нормальная такая. Неудобно есть из этой чашки. Она, наверное, и не предназначена для того, чтобы из нее есть. Блин, скинь, ну столько сока уже вытекло, пока я пилю. Случилась небольшая авария. Поломалась вилка. Это однозначно еда над которой стоит поработать. Ушло на нее две вилки. Со второй вон вообще что стало. Отломался один зубчик. По вкусу мясо очень вкусное. Такое немного жестковатое. Надо попробовать взять поменьше прожарку. Вот эта вот соль в баночке просто добавляет вкуса. 3000. Очень вкусная соль. Очень насыщенный такой дает вкус. Обязательно нужно ее добавлять. Внутри в том количестве, в котором вам будет вкусно. Не переборщить. И топчик. Сегодня 4 января. Наконец-то открылись все заведения. Мы счастливы, потому что сейчас наконец-то можно ходить есть. Вот я после тренировки. Мы проходили мимо тут бар, бадди и томатол. И вот сейчас, может быть, дай бог, туда стыкнуты места. Мы посмотрим, что там внутри. И за окна видели, было очень красиво. На этом месте хочу отдать должное общей массе питерского сервиса. Во всех местах, где мы были, нас обслуживали на высшем уровне. И вот это заведение совсем не исключение. То ли камера в моих руках повлияла на администратора, но нам нашли столик на полтора часа, при том, что посадка в заведении была полная. Все так вкусно кажется. Мне такая голодная. Дальше мы получите в цанку, если у нее что-нибудь париками давать. Классно, тут вообще полная посадка. Сейчас мы когда все отремились, мне кажется, что это неплохое заведение. Будем кушать и пробовать и расскажем о том, что мы едем. Я не знаю, как называется этот салат. Это салат с розбифтом. С розбифтом. С розбифтом. Перемешкают соль, листья салата, мясо. Я не могу до конца понять, вкусно ли мне или нет. Просто я отдельно чувствую сою, отдельно чувствую мясо, отдельно чувствую соус. А, тут еще кетчуп. Он сладенький добавляет. Но весьма своеобразный салат. Белые яйца. Женщина с футболькой и... Надо вот какую-то такую тоже дичь заказать. Вот, смотри, наливают. Пока сижу, жду свою курицу с этим кускусом. Всяка и дичь насмотрелась. Какие-то яйца с нами не приносят. Они нашли в меню. Это какое-то яйцо пингвина. Приносят какие-то котенки. Дают наушники послушать. В общем... Может быть, это мне не стоит? Нет? Это опять не мне! Какие-то жидкости, сунгутся, все. Что-то интересное творится. На самом деле, вокруг... Короче, без спецэффектов я пошла. Кустость принесли обычную. Какой-то такой вкус. А ты умеешь заказывать. Мне кажется, это заведение для любителей классифической любви. Будет план в какое-нибудь утро сделать приятно любимому и самой принести завтрак в постель. Чтобы провернуть все быстро и без особых усилий, я присмотрела кофейню прямо в соседнем от нашего отеля заведении. Встала пораньше, вышла два шага и я на месте. Началось все довольно неплохо. Уютный интерьер и кофе вроде там варят, не дурные. Особенно тот, что с Бейлисом. Но когда дело коснулось заказа, тут все началось. Сперва у них не оказалось бельгийских вафель, а признаться как назло, хотелось именно их. Потом официант не понял меня и вместо двух завтраков принес один. В итоге пришлось ждать в два раза дольше. Слава богу, разобрались. План почти был идеальный. Даже полностью занятые руки не помешали преодолеть отельные двери, кроме одной детали. Клиент покинул постель, пока я все доставала и открывала. Работаю сегодня. Доставка еды для любимого. Несем завтрак в постель. Завтракать из вот этой вот кофейни. В итоге в наборе гречневая каша, молочная, хотя в моей голове она должна была быть овсяной, хлеб, омлет и два круассана. Ну и каша, кстати, окончательно провалила план приятного завтрака своим вкусом. Любимый мой доедать ее вообще не стал, мы ее выкинули в мусорное ведро. А вот круассаны отличные. В общем, яростно рекомендовать это место я бы не стала. Мы идем в заведение, которое мне порекомендовали. Джангл кафе. Ну, джунгли, короче, кафе. Чтобы попасть на территорию входа, нужно позвонить. И вот мы сейчас во дворе. Пошли туда, короче, вон. Пошли туда, короче, кафе. По интерьеру это заведение, конечно, удивляет. Зал оранжерея. Мы забронировали здесь столик. Сейчас посидим, попробуем, какие здесь блюда. Но когда ты попадаешь вот сюда, вот в эту оранжерею, конечно, первая реакция это вау. Потому что здесь панорамное окно над головой. Здоровенная стена, которая раскрашена покраслым пасом. Видать, это здесь очень популярный товарищ. Вся эта зелень, фонарики создает какой-то такой супер уют, который, конечно, очень располагает. Посмотрим, какая здесь будет еда. Мы сейчас заказали блюда. Здесь, в общем, паназиатская кухня. Мы не очень в ней разбираемся. Будем сейчас пробовать. Заказали дамплинги какие-то, пибибабы. Я думаю, люди, которые любят это. Люди, которые не знают, что такое надолс, я думаю, оценят. Я не знала, что такое. Да я забыла совсем, что такое. Что ты, я же тоже на отдыхе. Ну, правда. Сейчас заказали, в общем, ждем. Сережа заказал. Ждем кимчи. Кимчи, говорю, ждем. Сережа по-острому, а я там хвала ему. Смотрите, с бульоном я бы не рекомендовала. Его, если заливать, будет очень-очень миленькая каша. Если соус, он острый. Можете попробовать, но такая, немного другая. Что сказали? Сказали есть. Вот, ротом. Ну, такая же. Там плюс-минус настолько остренькая, конечно, но можно есть спокойно вообще. Хотя я не любитель острова. Ни разу не любитель. Вен не добавляют туда? Нет. Сказали, запивать. Рис и кимча вообще топчик. Я бы вот прям всю эту кига еще добавил. Всю кимчу туда вывалил и перемешал бы. Я сейчас буду пробовать свои баклажаны. Не он, Брю, как всегда, потому что, как многие, может быть, умны, что я... Я бы заказала, а баклажаны я заказал попробовать всем, а не к тебе. Ну что, буду пробовать, потому что мне дамплинги еще не принесли. Баклажаны в какой-то оранжевой обсыпке, в каком-то там сладком соусе. И немножечко прям совсем чуть-чуть острые. И в самую малость. Все тут свежие помидоры на дне. Это обсыпка, это орехи. Я же говорила про орехи точно. Чуть-чуть они совсем слегка острые. Это совсем вкус не портит, добавляет ему определенную изюминку. А вот сами по себе баклажаны очень вкусные. Это, вон какая, более классическая, наверное, кухня по сравнению с тем, что я пробовала в Баде. Вкусно. У-у-у, какие красивые. По сравнению с кем-чуей тут в натуре, видать, все это. Не ловит. Но она такая же. Заставляет задуматься. Рис. С овощами, да? Я когда в колледже учился, приходил домой пьяный. Примерно такую же бурду готовил на сковородке. Все же, что было в холодильнике. Яйца, рис, картошка, какой-то салат туда же. Запекаясь нормально. Ну, мне нравится. Ну, вот эта вот фигня похоже на то, как в кастрюле решил выпить компот, а там была вода из-под кальмара. Вкус напоминает не очень, я бы рекомендовал таким травмированным, как я, кальмар. Я ни хрена не записывала все это время. Красный пельмень. Пошел. Самый вкусный это вот этот вот. Галь, да, немножечко острая вся. Самый вкусный это вот этот вот мясной. Говядина. Короче, я думаю, вы поняли, что мы не очень всю эту восточную по-назиатскую еду любим. Мы вот теперь вот абсолютно точно наконец-то это умеслили. Мы приехали в Новую Голландию. Это как Голландия, только новая. Очень многие рекомендовали здесь побывать, если честно. Я не понимаю, что мы здесь делаем, но для разнообразия вот приехали посмотреть. Пока что видим, что здесь есть большой каток, какое-то заведение-бутылка, куда очередь стоит, и банкомат. И шары чуть поменьше моих. Я орусь, и дети. Закрыто, закрыто. Вот как дети, поэтому и орут. А там вот где бутылка, там елка стоит. Подробнее это место я покажу в следующем выпуске, а в этом вернемся к еде. Мы как раз, на самом деле, не завтракали, поэтому приехали сюда с надеждой, что нам здесь удастся это сделать. И, судя по карте, так и есть. Тейгита шорф. Хватит с нас гавайской и паназиатской еды. Я хочу что-нибудь, что-нибудь настоящего. Кайфер, индийская. Цепленок, манго, кокос. Тоже до свидания. Куда мы идем? Сёрф, кофе. У них тут только кофе, да, как всегда? Сёрф, кофе. Второе заведение, где я пью пивасу с какими-то стаканчиками. По традиции. Шнобелевым вагарантом. Иппа как иппа. APA, точнее говоря. Вообще, на самом деле, вчера после второй паназиатской еды у меня случился небольшой коллапс с желудком. Поэтому мы смеялись, что, скорее всего, дальше весь наш гастрономический тур продолжит Серёжа освещать. Потому что у меня просто дико болел желудок. И, наверное, поэтому я всё-таки не ем вот эту азиатскую, паназиатскую еду. Мы сегодня пришли в итальянскую кухню. Итальянская кухня, она самая благоприятная для желудка. Помимо того, что она отдает самых вкусных, как лично, я считаю. Она если будет вливать сегодня ночью, значит, это проблемой не будет. Тут блогерский канал назвать Норм. Норм, Норм. Мне нравится. Ну, я люблю вот эти всякие вот такие вот соленья, в оленя. Я не знаю, как это называется правильно. Баклажаны, всякие перцы, всякие вот такие штучки солененькие. Это же лучше, чем я ожидал. Какие там? Смариновые перцы, да? Есть. История почти не чувствуется. У меня можно картины рисовать. Такой томатный суп я еще ни разу не пробовала, на самом деле. Он какой-то, во-первых, немного соленый. Ожидаешь от томатного кухня, что он будет похож на томатный сок. Он не похож на томатный сок, этот суп. Чувствуются томаты, но при этом... Кисло-соленый, короче, такой чувачка. Кисло-соленый, добавленный кухня. Короче, суп был немного необычный. За счет, наверное... А вот, что это не борщ, а из помидоров. Кравочек, за счет травочек. Ну, это ничего, я не ела раньше томатный сок. Он просто капочный кислый. А тут вот именно вот он такой, скалансированный вкус. Кстати, пиво с утра тоже пить нормально. Мои лицы. Перчики вообще такие сладенькие. Еще мне таблетку надо выпить. Мои таблетки. Пахнет это просто очень вкусно. При готовности. Это эти... Маккороны. 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 Нормальный дек. Это все, что ты можешь сказать об этой еде? Вкусная говядина. Шу-капец. Да. Такое ощущение, что взяли суп, который я делала до этого, налили сюда, добавили макароны, посыпали сверху пармеданом и чуть-чуть чего-то копченого добавить. У тебя вот уже другой вкус совсем. Вот это очень вкусное блюдо. Вот это вот очень вкусное блюдо. Как оно называется? Оба с чем-то там с говядиной. Запомните, если будете здесь перейти, его очень вкусное. В общем, в который раз уже убеждаюсь, что итальянская кухня самая безошибочная, самая вкусная, самая легкая, самая адекватная вообще, особенно для таких проблем с желудком, как у меня. В Питере во многих заведениях, в которых мы были, да в принципе во всех, в которых мы были, я не знаю, может быть так получается, что мы попадаем в такие места, в которых помимо того, что вкусная еда, еще достаточно качественный сервис. Вот прям тебе все расскажет, все покажет, все объясняет, все вот там ближе у тебя со всех сторон максимально, и это, конечно, добавляет баллов этому городу. Дальше еще немного заведений синдиката ДУ. Есть там такой, мы были в трех и скольки-то там его заведений, и везде этот уровень, который обязательно стоит отметить. Ресторан Харвест, во-первых, один из самых больших по площади, что мы видели в Питере, во-вторых, еще и специализируется на овощах. Это значит, что там можно попробовать самые обычные овощи в самом необычном исполнении. Вегетарианцы оценят. Ну и для нас, мясоедов, тоже есть чем поживиться. Мы пришли в ресторан, называется Харвест, и тут на самом деле все так красиво, и у меня даже слов. Тут просто пришли сюда, посоветовать пациентов, и забрали устроился до бетро предыдущего моего заведения. Они порекомендовали есть в Питере сеть. Но заведения разных, вот это один из их ресторанов. Ресторан делан очень красиво, очень здесь все так размеренно, и на самом деле не хочется даже снимать, хочется просто сидеть и наслаждаться атмосферой. Поэтому я заранее рекомендую, не знаю, какие будут блюда, я их все подсниму для вас. Но хочу сразу сказать, что это место, в котором точно надо побывать, как минимум для того, чтобы просто пропитаться атмосферой этого заведения. Продолжение следует... Да, теперь я могу с уверенностью сказать, что пробовала ваш фуа-гра. Знаем. Ну и, конечно, вы интересуетесь, как она. Ничего фееричного. Мне понравилось ее сочетание с той сладкой маринованной заправкой, которую нам принесли, и хрустящий хлеб. Вместе все... Ммм, делишес! Комплимент от ресторана. Картофельный хлеб с какой-то сливочной помадкой. Очень вкусно, стоит попробовать. Ну и тяжелая артиллерия подоспела. Утиная грудка со спаржей у любимого осьминога, который вот так вот удергается. На подложке из полбы. Друзья, повара этого ресторана однозначно знают, как сочетать продукты интересные и, самое главное, с особенным вкусом. Однозначный рекомендацион. Сейчас идем в третий из синдиката Дуо Бэнд заведения Дуо Гастробар, который находится в Кирочной 8Б. Сейчас пойдем, затестим. Потому что предыдущие два заведения были прекрасны, была вкусная, очень интересная еда. Вот сейчас пойдем в третий. Администратор предложил нам пойти в другой бар этой же компании. Сейчас позвонит, если будет место, нас отправят туда, в такси, в кафедральный сервис. В это заведение мы пытались попасть дважды. На второй раз уже были учеными и заказали столик заранее. Здесь я попробовала капусту, которую впервые увидела в Харвесте. Кусок поджаренного кочина в трюфельном соусе. Это весьма интересно, легко, и вы этим точно совсем не наешьтесь. А вот гребешок с гречкой – идеальный выбор для обеда. Да даже для вечера он тоже подойдет, так как очень легкий, супер вкусный. Там еще соус какой-то внизу, пармезанчик этот тонько натертый. Смотрю с вами видео и думаю о том, как же я хочу снова туда вернуться. Именно такие бары, не рестораны. В Санкт-Петербурге такие крохотные, маленькие. В них посадочных мест вообще очень мало. И поэтому, тем более, если это хорошее какое-то заведение, и на праздники, либо в выходные нужно иметь в виду, что если вы собираетесь посетить его, то нужно заранее бронировать стол. Бродский Иосиф Александрович имеет, думаю, какое-то отношение. Ух ты! Ух ты! Чего нас никто не встречает? Попрошу, везде. В Бутербродского мы пришли по рекомендации на шотную дегустацию. Ну, там в меню есть такое сделанное. Печеная груша. Тут есть специальная система шотов. Под ним под каждым нарисован, написан номер того, какой этот шот из меню. Например, вот этот. Ну, они вот так. И вот прям принесли в меню, в нем тоже есть номер этого же шота. В общем, мужчина мой дубенится сегодня. Оно не так вкусно пахнет, что просто капец вообще. А я себе полда, казалось, два чая. Как-то получилось, я сама не понимаю. Как же я завидую тебе. Тебе, наверное, очень вкусно, да? У меня сплю не тихо, потому что это настолько пахло вкуснее всех. Вкусно, такая согревающая посоль как раз всего пути, который мы проделали. Мы очень долго шли сюда и вбирали. Ну, 50 минут. Классическая брускетта с лососем. Максимально вкусная, как всегда. Рукола, авокадо, лосось, слабосоленый и яйцо. Ничего нового и по-прежнему офигенно вкусно. У интервьюера возник вопрос, тогда зачем вы ее заказали, если ничего нового? Ну, это офигенно вкусно. Это ожидаемо вкусно, вот. Да, мне интересно. Никакого вызова не было. Вот вызов. Вот не вызов. Ну, она не супер рассыпается, она жестковатая. Перец. Сперва чувствуется перец, который вот здесь вот на картошке вокруг. Наверное, какая-то такая... Как будто бы полукопченая какая-то, что ли. Что, я потерял интерес кремору, а буду снимать поршки. Опа. Опа. Пельмешечки. А что, это как будто бы не картошка? Это какое-то сливочное... Это, да, другая фигня. Очень вкусный бульон вот в этих пельменях. Сами пельмени очень вкусные, с немножко таким жестким тестом, но прям мясо очень лучше. Как? Оленино. А, ну вот, очень хорошее мясо. И вот так, конечно, смело. Вот это вот четкая фигня. Таблепиха и тамарин и джин. Вот это прям вообще малинка-малинка. Пока я живой. Покрепче. Да, тоже ничего. Ого, это кисленькие. Ржовненькие такие вот. Неинтересно. Не сладкая. Какой. Ой, это вкусненькая штука. Копченая груша. Круто. Вот это вкусная штука. Ну, пока что мои фавориты это 14. 11. Вообще вот. Хей, йоу, если не хочешь пропустить мое следующее видео, где я расскажу про самые необычные места в Санкт-Петербурге для фотосессий, подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, смотри мои другие видео, если этого еще не сделал. С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог. Пока-пока.